А тут в донате спрашивают, где-то слышал, что в Японии оценили озвучку Зеницу Владом. Спроси, пожалуйста. Была такая штука. Это до сих пор не особо подтвержденная информация, просто по слухам и по каким-то косвенным доказательствам. Вот с Зеницу связано как раз то, что первый сезон у меня был характерный расщеп, которого не было у японского Сэю. Он его делал, таким, ну просто причащим, но привезгливым просто. Объясни, пожалуйста, расщеп это как? Расщеп это то есть либо кричать «А-а-а-а-а-а-а-а», либо «А-а-а-а-а-а-а-а-а», вот этой штукой. То есть я постоянно «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Вот эта штука. У тебя же микрофон глушит, твой крикит. Да-да-да. Вот, и вот эта штука расщепами У меня она очень, ну, такая тоже вздёрнутая Всё время на истерике, очень высоко И постоянный расщеп характерный А у японца этого не было Это была моя фишка, которую я придумал для него Чтобы вот-вот как-то это вот ещё оборганичить И потом мы начинаем писать второй сезон И мне режиссёр говорит Зацени Я говорю, а чё такое? Она включает И я слышу абсолютно свою интонацию Опа То есть, которая вот с этими Вот этой штукой Я такой Не-е-е Подрезали Не-е-е Да-не-е Ну, это, наверное, это Она говорит, смотри дальше И она мне серию всю включает Вот первую И там, везде, где крики Вот этот расщеп и вот эта интонация Я такой Да-не-е Ну, может, может как-то это Она говорит Они же всё равно Мы смотрим их работу Они нашу Тем более у нас в стране Очень выстрелил клинок Это не могло пройти незамеченным Опять же, какую кассу собрал фильм Как, ну, сколько много отзывов Прошло по этому фильму Мы всколыхнули и в ТикТоке Там везде очень много было Всяких там челленджей и прочего И, судя по всему Ну, опять же, это никто тебе признаваться не будет Но косвенное подтверждение Они посмотрели нашу работу И какие-то фишечки Взяли себе Вот Это скорее лестно Или немножко обидно? Ну, вообще Лестно То есть Это называется Кради как художник Кради и присваивай Естественно Мы все у друг друга Подсматриваем какие-то фишки Подсматриваем какие-то там Особенности Но Опять же В формулировке Кради как художник Есть одно Условие Ты должен это Присвоить себе И немножко переделать Под себя Обычно говорят так и про спектакли Для того, чтобы украсть Фишку из спектакля Ты должен был Ты должен быть умнее Чем тот, кто это придумал Чтобы его еще Переформатировать Так сказать Под себя Поэтому, да Это Это для меня лестно То есть Когда Если коллеги наши Из Японии Пользуются какими-то штучками Которые мы нашли Которые мы придумали Это здорово Я только за Продолжение следует...